Всем привет, с вами Джамбо Макс и в этом видео я вам расскажу о аксессуаре для геймпада Xbox One, который пригодится для стримингового сервиса xCloud. Вот это чудо! Да, это держатель для смартфона. Для тех, кто не в курсе, в скором времени с помощью стримингового сервиса xCloud можно будет играть в игры от Xbox One на мобильном телефоне. И эта штука очень пригодится. Вот так вот держатель выглядит, материал пластмасса, довольно крепкая и без каких-либо нареканий. Все двигается, все шевелится, все супер. Длина данного держателя составляет около 8 сантиметров, поэтому туда и лопата нормально войдет. Также, чтобы не поцарапать смартфон, есть специальные подушечки для телефона. Короче, прикольная и продуманная вещь. Также тут есть специальная подставка. Нахрена она? Пока не очень понятно, но можно поставить вот так вот смартфон вместе со своим геймпадом. А теперь давайте попробуем его надеть. Одевается вполне себе просто и крепко держится. То есть за смартфон волноваться не стоит вообще. Но сам геймпад становится весьма себе тяжелым. За счет того, что теперь нужно держать и телефон. Так, давайте сейчас попробуем снять. И сказать честно, снимается он чуть хуже, чем одевается, так как цепляется за выемку для гарнитуры. Задняя панель никак не мешает и в целом даже очень прикольно. Жаль, конечно, что на данный момент все еще нет потоковой передачи на андроиде, но зато пока можно поиграть в мобильные игры по типу моторкомбата и асфальта. Сказать честно, держатель клевый, даже сказал бы, что качественный. То есть сомнений в нем нет никаких. Дверь закрой. Обошелся он мне где-то в 200 рублей и ссылку на продавца я оставлю в описании. Но единственный косяк во всей этой ситуации в том, что у продавца я заказывал два держателя. И один из них оказался совершенно левый и не подходит геймпаду Xbox One. Поэтому будьте внимательны на этот счет. В общем, вот такой вот клевый аксуар для геймпада Xbox One с Алиэкспресс. Если понравилось видео, обязательно поставь лайк, подпишись на канал, чтобы быть в курсе следующих видео. И напиши комментарий по поводу этой штуки, есть ли она у вас или нет. Большое спасибо за просмотр, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok